Некоторые наши зрители уже знакомы с гипотезой о существовании разветвленной сети железных дорог по всему миру. И не только в первой половине 19 века, но и гораздо раньше, по крайней мере весь 18-й, в те самые времена Екатерины. Следы этих дорог найдены и в Казахстане, и в Египте. Недавно Галина Конышева сняла фильм о разрушенных Великую Отечественную войну древних мостах через реки Псковской области. Она явно показала, что эти мосты были железнодорожными. И были эти железные дороги построены задолго до официальной исторической датировки начала строительства этих дорог в 30-е годы 19 века. В учебниках в то время описывается только строительство железной дороги типа Санкт-Петербург-Царское село и начало строительства Николаем I дороги Москва-Санкт-Петербург. Но в Европе дорог было чуть больше. А выходит, что в 30-е и 40-е годы того же 19 века железнодорожная сеть уже была разветвленной. И похоже, она была не меньше, чем современная. Глобальная катастрофа середины 19 века уничтожила все эти пути, засыпав многометровым слоем глины. А в конце 19-го, начале 20-го века большая часть новых железных дорог была построена на прежних местах типа того же Трансива, в строительстве которого за невообразимо короткий срок были отремонтированы прошлые тоннели и мосты. А двуполосные, прямые, без поворотов, древние железнодорожные пути с руинами вокзалов обнаружены на гугл-картах Сергеем Лазаревым. Он это описал в своей статье «Допотопные железные дороги в Казахстане и Египте с космической точностью». И там как раз два этих фильма. Посмотрите, очень интересно. Но мы сегодня исследуем Западный Кавказ. В первой части экспедиции нашего канала мы посетили поселок Каменомоский, находящийся в долине реки Белой, у подножья Лаганакского Нагоря. И в этом поселке нам встретились местные краеведы, которые рассказали совсем удивительные вещи. Местные старики, помнящие довоенное время, рассказывали, что в этих краях была разветвленная сеть узкоколейных железных дорог с руинами тоннелей и мостов. И это все было разрушено не войной. В таком виде вся эта транспортная сеть существовала практически всю первую половину 20 века. Сегодня небольшой 9-километровый участок железной дороги, узкоколейки между поселком Гуамка и Мизмаем всего лишь малый остаток прежней сети. Официальные историки говорят, что этот участок дороги от Мизмая до Гуамки положили в 20-30-е годы 20 века заключенные. По дну Гуамского ущелья. А Гуамское ущелье, на мой взгляд, явно имеет искусственное происхождение. А сама же эта дорога, даже из сведений официальных историков, на Мизмая не заканчивалась. Она шла дальше, Каменомостки, и соединяла долины двух рек Белой и Лобы. Но сегодня этого участка от Мизмая до Каменомостки уже нет. Его разобрали. Все 90-е годы отсюда вывозился металл. И не только на металлолом сдали рельсы от железной дороги, а сдали еще множество вагонеток и рельс из местных штолен, которые также были построены непонятно кем и когда. Еще местные старожилы говорят о том, что некоторые участки узкоколейки уходили в горы под крутыми углами. А между рельсов были установлены рейки, как у фуникулеров сегодня. А еще через горные ущелья до конца войны сохранялись перекинутые металлические тросы. На некоторых из них висели вагонетки, явно для сыпучих грузов. То есть это были грузовые канатные дороги. Остатки всего этого, вместе с заложенными туннелями и руинами мостов, нам готовы показать. А вопрос датировки, постройки и функционирования этого узкоколейного и канатного транспортного комплексов открыт. Практически до конца Великой Отечественной войны все эти места Кавказа были очень слабо заселены. В них работали редкие леспромхозы, в основном использующие труд заключенных. Автодорог в этих местах практически не было. Без асфальта местные дороги проходимы только сезонно, пока сухие. А сегодня не асфальтированные эти самые местные дороги являются раем для джиперов. И то, что весь этот комплекс фактически был обнаружен и остался в памяти старожил фактически в 30-40-е годы 19 века, уже в разрушенном состоянии, говорит о том, что он действовал либо до революции, либо еще до потопа 40-х годов 19 века. Но до революции каких-либо промышленных центров в этих местах не описано. Здесь практически никто не жил. Это были охотничьи угодья царской семьи, большой кавказский заповедник. Там они охотились на зубров. А весь этот транспортный комплекс и находится в том самом кавказском заповеднике. И еще непонятно, что приводило в движение канатные дороги. Пусть паровозы-то перед дровами, но канатные дороги должны были бы быть электрическими. А первые электростанции в этих местах построили в 30-40-х годах 20 века. И то в районе города Белореченска, ниже по течению реки Белой. Примерно за 100 километров от этих мест. И электростанция была настолько маломощной, что скорее всего в каменноморский провод бы донес столько электричества, что хватило бы зажечь только несколько лампочек в поселке. И еще заброшенные канатные дороги со свисающими с них ковшами до 40-х годов 20 века еще оставались по всему Кавказу. Есть свидетельства такой сетки в Грузии, а в Азербайджане они еще висят и сохранились. Самое интересное, что в Европе, в горных районах Альп, такие же точно канатные дороги действуют и сегодня. Сколько же им лет? И кто их строил? А вот про свои азербайджанцы говорят интересные вещи, что их строили немцы. Но когда? Нет в официальной исторической науке свидетельств о том, что немцы в Азербайджане вели горные работы. Странный след тех же немцев и свидетельств каменноморских сторожил сквозит и в наших местах. Так что вторая часть экспедиции обещает быть интересной. Я не зря запланировал вернуться в поселок Каменноморский. Именно там, по моему мнению, мы встретили самую интересную информацию. Кто с нами? Поехали! Попытаемся вместе ответить на множество возникающих вопросов. Что же произошло в этом регионе Кавказа? Почему вся сеть промышленных объектов, включая не только транспортную, но и рудники, и шахты, и те же многокилометровые штольни поселка Никель, вдруг оказались заброшенными даже в расцвет сталинской индустриализации Советского Союза в 30-х годах 20-го века? А реки Кавказа вдруг оказались несудоходными и превратились в те горные, которые мы сегодня и видим. Да, вы не ослышались, судоходными. Посмотрите эти мальтийские, в кавычках, борозды на дне реки Дах, как раз между двумя центральными быками этого моста, там где проходил фарватер. И эти мальтийские борозды показывают явно насудоходность этой реки Дах. Просто Донный Ил, как и вся грязь, принесенная потопом в Кавказских горах, сегодня кристаллизуется и создает впечатление чуть ли не бетона. Но реально эти борозды следы рулей от сплавляемых вниз барж, либо белян с лесом. Эти баржи при отсутствии встречного потока воды не могут управляться рулем. Руль при таких условиях неэффективен, поэтому плоты, которые сплавляются вниз по реке, управляются баграми, цепляясь за дно. И вот такие же рули были у тех самых белян. Был огромный механический багор, втыкающийся в дно и позволяющий барже разворачиваться. И вот как раз около моста на входе и идут эти мальтийские колеи. Там рулевые доруливали, втыкая в дно свои багры и выходили точно в фарватер, проходя между быками мостов. Сегодня река Дах совершенно не создает впечатление судоходной. Она бывает полноводной в момент таяния снегов в горах, но летом она просто ручеек. И еще интересный момент. Также по реке Дах когда-то был проложен туир. Существовал такой вид судоходства для подъема вверх по течению по быстрым рекам. Он сохранялся всю вторую половину 19 века и начала 20 века. Цепь лежала на дне Волги на участке в 370 верст от Рыбинска до Твери, там где у Волги быстрое течение. А паровые туирные суда наматывали эту цепь, поднимая со дна, на свои барабаны. Ну и выпускали сзади себя. И так они ползли по ней вверх по течению. Все это говорит о том, что местные реки были реально полноводными и судоходными. Вот и кусок реки Дах с этим древним мостом. Мост был железнодорожный, а под судоходной реке ходили суда и вниз и вверх по течению. Туирные буксиры тянули за собой караваны барж. Что находилось вверх по течению реки Дах пока сказать тяжело. Надо искать руины и там. Может быть там был тоже промышленный центр или завод. А следы цепи остались у местных краеведов. Ее обрывки видели еще в 30-е годы. Они валялись в русле реки. И как обычно якорные цепи, которые находят и сегодня в море, они были практически нержавыми. Поэтому местные старожилы и отнесли их к якорным. В принципе подтвердя судоходность этой реки. Они конечно не поняли, зачем были такие длинные якорные цепи. Сколько загадок на Западном Кавказе. Давайте начнем их.